Доброе утро, коллеги! С вами Саков Роман. И это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 10 мая. И начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Ближайшие цели по нисходящему движению это область 17.32, а ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера на отметке 1.18.96. В том случае, если евро-доллар закрепляется выше этого уровня, то мы можем ожидать начала коррекционного восходящего движения по данной паре. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое движение нисходящее, хотя мы видим небольшую остановку. Цена не может уже несколько дней преодолеть минимум, который был зафиксирован 4 мая на отметке 1.34.87. Именно преодоление данного минимального значения подтвердит продолжение нисходящего тренда. Ну а в том случае, если мы увидим закрепление выше отметки 1.360.9, ведь это максимум, который был зафиксирован вчера, то в этом случае можем ожидать также начала коррекционного восходящего движения с целями роста до 1.38.27 и 1.40 соответственно. По паре американский доллар, канадский доллар. Вчера мы не смогли обновить локальный максимум. Тенденция восходящего сохранялась также на протяжении нескольких торговых дней, ну можно сказать недель. Но вчера к концу торговой сессии мы смогли преодолеть минимальное значение, которое было зафиксировано 7 мая, последний коррекционный уровень, о котором мы отмечали. И в том случае, если пара закрепится ниже данной отметки, мы можем ожидать начала коррекционного нисходящего движения. Для подтверждения среднесрочного здесь еще будет важным уровень 1.28.01. Это минимальное значение, которое было зафиксировано в боковике, который формировался начиная с конца апреля. Если говорить о продолжении нисходящего движения, или точнее о его начале, то здесь важно увидеть цену ниже отметки 1.28.03. Пока торговимся выше данного уровня, предпосылки на покупку в среднесрочной и долгосрочной перспективе сохраняются. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое движение восходящее. Следующие цели роста – это область максимальных значений, которые мы видели в начале мая. Это отметка 1.110.03. Далее движение на 1.10.85. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимуме, который был зафиксирован 8 мая, на отметке 1.108.82. Австралийский доллар, американский доллар продолжает свое движение нисходящее на текущий момент. Ближайшие цели по данному движению – это область 73.74. Ближайший разворотный уровень по данной формации пока остается на прежнем уровне. Это максимум 7 мая, отметка 1.75.42. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По паре евро фонд также сохраняется тенденция нисходящая. Цели по данному движению – это область 86.73. Ближайший разворотный уровень по последней формации отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера на отметке 87.66. Золото продолжает свое движение восходящее, хотя мы также в течение недели уже видим торговлю в боковике по данному активу. Но, тем не менее, основное направление остается восходящим, по крайней мере, до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 1301 долларов за тройскую унцию, минимум 1 мая. Ближайшие цели для роста – это уход, во-первых, выше отметки 1318, это максимум 7 мая и движение далее по направлению 1331. Соответственно, уход выше данных уровней подтвердит настрой золота на возобновление роста. Ну, а в свою очередь, если мы увидим уход ниже отметки 1301, то в этом случае можем ожидать золота на 1296. По нефти марки Brent все сохраняется, тенденция восходящая продолжается. Следующая цель – это область 80.81 доллара за баррель нефти марки Brent. Ближайший разворотный уровень по последним импульсам отмечаем на минимуме 73.68, минимальное значение, которое было зафиксировано 8 мая. По индексу DAX также тенденция восходящая сохраняется. Следующая цель роста – это область 13263, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме значения, которые были зафиксированы вчера, на отметке 12888. Биткоин продолжает свою тенденцию коррекционную, коррекционную нисходящую. Ближайшие цели по снижению – это область 8921, хотя вчера мы уже видели закрытие к концу торговой сессии, закрытие выше открытия. Поэтому в ближайшее время можем ожидать также завершения данной коррекционной волны и вновь переход в фазу роста. Но об этом мы будем говорить уже дальше. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Продолжение следует...